На хорошем участке для строительства достойного дома обязательно нужен газ. Газ — это наше всё. Мой опыт показывает, что вовсе не обязательно. Что ж, друзья, мы с вами находимся на Седом Урале. Это город Екатеринбург, край не самый тёплый. Я вас приветствую на территории обычного садового товарищества, СНТ, быту, как это называется, город Верхняя Пышма, посёлок Зелёный Бор. Седой Урал, как вы понимаете, край не тёплый, хотя, собственно, в связи с последними событиями глобального потепления температуры несколько изменились. Но, тем не менее, график отопительного сезона с сентября по май, он, собственно, стабилен, и температура зимой доходит и до минус 30, и до минус 35. Когда я затеял строительство дома, которое вы видите у меня за спиной, собственно, я перед собой ставил две задачи. Это, во-первых, жить на территории садового товарищества со всеми цивилизованными удобствами, и, во-вторых, по возможности приезжать сюда и зимой, и на весьма продолжительные сроки, без существенного ущерба для здоровья, естественно. Ну, как вы все догадываетесь, электроэнергия у нас не самый дешёвый вид топлива, поэтому, собственно, строить при этом дом не энергоэффективный не имеет никакого смысла. К сожалению, российские садоводы не избалованы цивилизацией. Я считаю, что в 21 веке должны быть, в том числе и на садовом участке, цивилизованные удобства. Это постоянное отопление, это горячая вода, это, извините, канализация. Как же без этого в 21 веке? Любой энергоэффективный дом должен иметь утеплённый фасад. Существует стандартная технология утепления фасадов. Тот, кто с ней знаком, он представляет себе, насколько это хлопотное занятие, и оно предполагает, во-первых, серьёзные материальные расходы, но и трудовые ресурсы. Поскольку я выполнял работы практически один, то мне пришлось придумать свою собственную систему внешнего утепления. Она из себя представляет два слоя пенопласта, фасадного пенопласта или пенополистирола, который, в общем-то, используется стандартно в подобных технологиях, и внешнее напыление клеевой смеси, которая задаёт вот такой, либо вот такой декоративный рисунок и впоследствии окрашивается. Я знаю сомнения по поводу пенополистирола, но, поверьте, первая пробная композиция такого рода у меня стоит с 2014 года и, собственно, чувствует себя вполне себе прилично. Дом имеет все стандартные атрибуты, фундамент, стены, кровлю, но есть принципиальные особенности. Фундамент – утеплённая шведская плита, стены – несъёмная опалубка, ну, кровля, правда, без каких-то чудес, холодный чердак и обычный металлопрофиль. Ну, применение утеплённой шведской плиты в сочетании с электрообогревом, я считаю, принципиальнейшим условием. Ну, кроме определённых преимуществ, свойственных УШП, это то, что практически такие дома можно ставить на, наверное, почти всех грунтах без поведения каких-то серьёзных геологических изысканий, поскольку нагрузка на грунт, собственно, несущественная и распределённая по плите. Но второе преимущество УШП – это тот факт, что она позволяет за одну операцию выполнить сразу три, поскольку монолитная плита, заключённая в оборолочку из пенополистирола, собственно, что и является утеплённой шведской плитой, она за одну заливку даёт, во-первых, фундамент, во-вторых, в процессе перед заливкой на армирующую сетку мы подвязываем электрический кабель, тубиш, сразу монтируем систему отопления, и одновременно она же является полом первого этажа, то есть три преимущества за одну операцию. Это очень выгодно. Ну, время постройки – это важно. Кстати говоря, это важно ещё и с той точки зрения, что утеплённая шведская плита, она, в общем-то, не требует выстойки. По ней можно строить малоэтажные дома до двух этажей практически очень быстро, то есть за один сезон. Но другое, самое главное её преимущество – это то, что залитая плита, отсечённая от внешнего контура слоем пенополистирола, работает как теплоаккумулятор. Вот вы сами видели, электрообогрев отключён, а в доме тепло, потому что утеплённая шведская плита – это монолитная стяжка, как русская печка, отдаёт накопленное за ночной период тепло. В данном случае применялась не совсем традиционная несъёмная опалубка. Ну, тот, кто знаком с этим термином, он прекрасно знает, что такое блок несъёмной опалубки. Это лист пенопласта, ещё один лист пенопласта, между ними пространство. Между собой они соединяются пластиковыми тягами. Внутрь, между листами пенопласта, заливается бетонная смесь, то есть бетонный сердечник. В данном случае пенопласт был только снаружи. Внутри использовался пустотелый гипсобетонный блок, но они также соединялись тягами, а внутрь тоже заливался бетон, товарный бетон. И чем это принципиально важно для энергоэффективного дома, как я считаю? В данном случае не только монолитная стяжка пола, но и стены монолитные выполняют роль той же самой русской печки. Поскольку прогревшись, а тепло не может уйти, поскольку от внешнего контура его сохраняет пенопласт, не даёт ему просочиться наружу, это тепло отдаётся внутрь. Это тепловая радиация, она, собственно, остаётся внутри дома. Это принцип, один из главных энергоэффективностей. Ну вот та часть, которая под этим листом пенопласта, это принадлежность несъёмной опалубки, пенопластовая. А вот этот лист пенопласта приклеен к ней на обычную клей-пену, без всяких дюбелей. Ну, тот, кто знаком с традиционной технологией утепления, как бы это могло бы выглядеть? В принципе, вот тот слой пенопласта, который там уже есть, его можно было бы просто оштукатурить. Но что бы надо было? Надо было бы нанести слой клея, сетку пластиковую протянуть, ещё слой клея и только потом оштукатурить. В данном случае я выполняю декоративную функцию листами пенопласта, никакой сетки не применяю, беру компрессор и напыляю клеевую смесь, даже не используя дорогую декоративную штукатурку. Всё очень дёшево. Почему щель? Это так называемый организованный стык. Для чего применяется в традиционной технологии сетка? Сетка, потому что в традиционных технологиях листы утеплителя стыкуются между собой, и штукатушка имеет такое противное свойство трещать в стыках. Чтобы этого не было, применялась сетка. Я же, поскольку отказался от сетки, использую вот этот декоративный элемент сам по себе, организованный стык. И пенопласт, у него и остаётся, конечно, какая-то небольшая утепляющая роль, но в данном случае больше декоративная. Он позволяет, собственно, выполнить декоративную отделку довольно просто. Лист лёгкий, один человек, нанеся клей-пену, легко приклеивает его, и всё. Нас часто убеждают, что бы строительство и проживание в индивидуальном доме было выгодным, нам нужен дешёвый энергоноситель. Но я за свою жизнь убедился в несколько другой позиции, как ни странно. Гораздо важнее не стоимость энергоносителя, а начальная стоимость самого оборудования и его монтажа. Ну, не секрет, мы знаем, что газ в нашей богатой ресурсами стране – это самый дешёвый энергоноситель, но стоимость его подключения, эксплуатации котла, сопутствующих мероприятий таково, что цифра иногда может быть достаточно существенной. Ну, если говорить о цифрах, она разная в разных регионах, но в любом случае это от 200 до 600, иногда называют цифру 700 тысяч, даже в некоторых местах, где не очень повезло кому-то. В то время как стоимость оборудования для электрообогрева как минимум в три раза дешевле, и тот факт, что электроэнергия всё-таки как энергоноситель при эксплуатации обходится вдвое дороже, чем газ, но в данном случае именно вдвое, я подчёркиваю эту цифру, но не в пятеро, не в шестеро, как иногда пишут в некоторых источниках. Вот, для того, чтобы вот эта дороговизна электроэнергии когда-то превысила стоимость начальных расходов за газификацию, должно пройти, ну, добрые десяток, два десятка лет. При этом учтите, вот эту разницу в начальный период, а это разница, ну, скажем, тысяч двести даже, если вы эти 200 тысяч положите в банк и получите соответствующие проценты, то вот эти две кривые, они могут не сойтись никогда. Последние 20 лет я проработал в компании по производству строительных смесей и примерно с 2004 года достаточно профессионально занимался вопросами утепления фасадов. Поэтому как раз к технологии энергоэффективности подошёл не со стороны, а, собственно, выбрав наиболее оптимальные компоненты для того, чтобы, вот, собственно, мой личный дом стал по возможности и энергоэффективным, и достаточно бюджетным. Но, коль скоро речь идёт об электроэнергии как основном источнике и тепла, и других удобств, то я всё-таки сторонник, если говорить об отоплении, электрического тёплого пола. Не водяного тёплого пола, не тёплого пола с каким-нибудь другим носителем, там, с какими-нибудь специальными жидкостями, которые внутри труб происходят. Почему именно тёплого электрического пола? Потому что он проще всего поддаётся монтажу, это стоимость работ, и управлению, в том числе дистанционному управлению. Именно тёплый пол в данном случае является единственным источником системы отопления. Поскольку он монтируется на этапе заливки фундамента, он, собственно, может быть смонтирован достаточно быстро и работать эффективно отдельно в каждой из комнат. Когда речь идёт об электроотоплении, очень важен аспект его управления. Любой электрический прибор гораздо проще поддаётся автоматизации, управлению, чем, скажем, прибор, содержащий какие-то жидкости, какие-то ёмкости и прочие объёмы. В данном случае вся система отопления разделена сегментно по комнатам, которые управляются с единого контроллера. Контроллер расположен в шкафу управления электросетями. По сути дела, каждая комната может быть настроена с точки зрения отопления автономно. Кроме всего прочего, контроллер управляет процессом сегментирования отопления по времени суток. И стандартный режим – это утро, день, вечер и ночь. Ну, естественно, используются все лучшие свойства двухторичного счётчика и с 23.00 до 7 утра, когда стоимость электроэнергии снижена, тёплый пол обычно работает максимально, как правило, во всех помещениях. И в тот момент, когда в доме присутствуют непосредственно его обитатели, и даже когда их нет, поскольку важно отапливать периодически, особенно в зимний период, и обеспечивать рабочую температуру в помещениях. Ну, в данном случае тёплый пол отечественного производства, хочу это подчеркнуть. Контроллер тоже отечественного производства. И в этом смысле я всегда сторонник разумной достаточности. Нет смысла гнаться за дорогущими какими-то импортными разработками. Всё, что здесь применено, и поставляется, и разрабатывается, и производится в Екатеринбурге. Ну, честно говоря, дом задумывался как дом для постоянного проживания. И вообще была такая сверхидея. Ведь как сейчас решается жилищная проблема? К сожалению, в нашей стране молодёжь вступает в бессмысленную ипотеку и расплачивается потом годами, десятками лет, попадая в кабалу к банкам. И сверхидея заключалась в том, чтобы построить на дешёвой территории садового участка полноценный жилой дом, переселить туда пожилых родителей, а молодёжи заехать в их квартиру. Чем не решение жилищной проблемы? Но, к сожалению, как выяснилось потом, дом-то был построен. Жить в нём в любой период времени вполне возможно, но скучновато. Поэтому здесь мы находимся в режиме периодического появления, примерно 50 на 50. И обычно, честно говоря, отдельный режим снижения отопления я как-то не ставил. Наверное, было лень. Но вот сейчас, наверное, буду ставить, потому что этим процессом довольно несложно управлять. Здесь, находясь здесь, с ноутбука, прямо можно в контроллер загрузить, с минимальным, например, режимом отопления, градусов 10-15, с подпиткой как раз этой температуры за счёт дешёвого ночного тарифа. Да, ну, всем интересно, во что это обходится, конечно. Ну, начнём с того, что цифры ночного и дневного тарифа в разных областях нашей страны разные. Вот по сезону 2018-19 годов эти цифры у нас были ночной тариф 1,42 рубля за киловатт-час, дневной 2,99. Вот, соответственно, обычно расход за отопительный сезон по данному дому – это порядка 2 тысячи. Это самые какие-то холодные зимние месяцы, ну, а летом это существенно меньше, где-то 1400. Средняя цифра получается примерно 1600 рублей, вот так очень примерно, если её усреднять. По расходам в киловатт-часах на энергоснабжение всего дома, хочу подчеркнуть, что, когда я говорю об энергоснабжении, я говорю не только об отоплении, я говорю и об освещении, о подогреве в отопительный период подачи воды из скважины, о подогреве канализационной трубы, о водонагревателе, который, в общем, как раз выдаёт горячую воду, ну, и в том числе о работе рекуперативных клапанов вентиляционных. То есть, вот эта цифра, она составляет примерно 165 киловатт-часов. И, соответственно, как выделить из этой цифры расходы на отопление, ну, я несколько затрудняюсь, но примерно половина этой цифры, может, даже чуть большая часть, идёт на отопление. Вся система отопления выполнялась в момент заливки фундамента, что, в общем, мне очень понравилось, поскольку кабель тёплого пола подвязывался непосредственно к ароматурной сетке, в которой армировался фундамент. И обошлось это вместе с монтажом, со стоимостью контроллера, с установкой, с коммутацией порядка 110-130 тысяч рублей. Вот. В среднем, как говорят специалисты, обычно монтаж электрического тёплого пола вот с таким, ну, во всяком случае, у нас в городе, так, с приборами коммутации, это примерно 1000 рублей за квадратный метр. Очень важный момент в энергоэффективном доме – это вентиляция. Как говорят специалисты в этой области, как только дом эффективно утеплён, то есть, например, выполнен тёплый фасад, так процентная доля теплопотерь через вентиляцию резко возрастает. Не в абсолютном значении, а просто в относительных величинах. Поэтому в энергоэффективном доме обязательно надо заниматься вентиляцией, и вентиляцией не пассивной, а активной. В данном случае были применены бюджетные клапаны-регенераторы. Вот, я не знаю, видно ли их за моей спиной. Да, принцип их работы достаточно прост, если не сказать примитивен. Но он довольно эффективен и недорог, скажем так. В чём смысл? В каждой трубе, в каждом регенераторе находится так называемый теплонакопитель. Это набор сит, которые могут накапливать в своём объёме определённое количество тепла. Они разогреты теплом внутреннего помещения, и когда через них за счёт вращения вентилятора поступает холодный воздух, они, собственно, его нагревают. Как только всё тепло они исчерпывают, то соответствующий клапан-регенератор меняет ось вращения и начинает работать как вытяжка. А на приточку в это время, например, вступает другой регенератор в соседней комнате. И вот таким образом, меняя направление движения, и при этом не сильно выстужая помещение, поскольку холодный воздух задерживается регенератором и слегка подогревается, они управляют процессом воздухообмена. Обычно требуется в каждом помещении вот один такой клапан. Ну, стоил он на момент строительства дома, например, в 2016 году, в принципе, недорого, 18 тысяч. Он работает постоянно, а энергопотребление у него как у вентилятора компьютера. Очень несущественное. Ну, как я уже говорил, это, конечно, не полноценный рекуператор, и его, собственно, КПД нельзя сравнивать в той же степени, как вот с более дорогостоящими моделями. Но я сторонник разумной достаточности. Если он выполняет свою задачу воздухообмена, если при этом нет существенных теплопотерь, энергопотерь, так же, как, впрочем, и окна, которые я применял, они не имеют там супервысокой теплоэффективности, они имеют определенную воздухопроницаемость, но и стоят существенно дешевле. Я считаю, что не стоит гнаться за какими-то там суперпоследними достижениями техники в этой области, поскольку они действительно эффективны, но и дороги. Дороги. Они нам просто зачастую не по карману. Сложившаяся точка зрения в индивидуальном строительстве, чтобы на хорошем участке для строительства достойного дома обязательно нужен газ. Газ – это наше все. Мой опыт показывает, что вовсе не обязательно. Это не нужно, потому что, если мы применяем такой энергоноситель, как электричество, то принципиальным становится как раз вопрос их минимальности, их теплопотерь, то бишь сохранность энергии, электрической энергии, и вопрос очень тонкой настройки и управления в соответствии с климатом, в соответствии с погодой на улице. Вот если два этих обстоятельства мы решаем для себя, то есть эффективное утепление, снижение теплопотерь, и очень тонкая настройка в управлении электроэнергией, как теплоносителем, то мы, собственно, можем не бояться и вполне себе, как весь цивилизованный мир, использовать этот энергоноситель на своих индивидуальных участках. Более того, к этому приходят ведь и гораздо более серьезные застройщики. Возможно, кто-то не знает, но уже в Екатеринбурге, например, около десятка домов не имеют традиционного парового отопления, а отапливается электричеством. И, как говорят специалисты, для многоэтажных домов это даже более эффективно, чем для индивидуальных. Конструкция несъемной опалубки довольно стандартна. Хотя надо отметить, что она сейчас не очень популярна, но, тем не менее, у меня она применена. Правда, с некоторыми дополнениями. Вот эта внешняя часть – это утеплитель. Внутренняя часть – это гипсобетонный блок пустотелый. Они между собой соединены специальными пластиковыми тягами. Для чего это сделано в несъемной опалубке? Для того, чтобы внутрь залить бетон. Что это дает? Значит, с внутренней стороны у нас, во-первых, гипсобетонный блок и сам тяжелый бетон, который является хорошим теплонакопителем. Разогреваясь, во время экономичного ночного режима отопления они накапливают необходимое тепло, которое отдают уже днем. В тот момент, когда теплый пол отключается, и непосредственно стяжка теплого пола, и бетонный сердечник стены отдают тепло внутрь помещения. С точки зрения экономичности обогрева и теплоаккумуляции, мне кажется, это очень важно. Ведь днем потребление большое, а ночью маленькое. Соответственно, ночной тариф призван повысить потребление ночью, чтобы сгладить вот эти вот пики. И тем самым разгрузить нагрузку на какие-то другие виды энергоносителей. Поскольку электроэнергия будет вполне себе полноценным источником. Ну, естественно, смысл внешнего утепления, как известно, эффективное утепление фасада всегда должно быть снаружи. Ну, теоретически она может быть и внутри помещения, и внутри стены. Но самым эффективным, как говорят специалисты, это когда утеплитель находится снаружи. Вот в данном случае он выполняет свою функцию в полной мере, поскольку не дает теплу уходить за пределы конструкции. Ну, в той степени, насколько он может это делать. Внешний слой утеплителя имеет тоже некоторую оригинальную особенность, поскольку к внешнему слою пенопласта приклеивается на клей-пену еще плиты утеплителя стандартной листы пенопловистирола полметра на метр с небольшим декоративным зазором. В данном случае этот утеплитель выполняет не столько утепляющую функцию, а скорее декоративную, поскольку он выравнивает поверхность. И на его основание, с внешней стороны, с помощью компрессора очень удобно нанести либо штукатурную смесь, либо, как в моем случае, обычную клеевую смесь. Это получается довольно относительно аккуратно и быстро. Ну, толщина стены в данном случае какова? Ну, вот эта внешняя толщина примерно 150 миллиметров, значит, внутренний блок это около 80 миллиметров, ну и бетонный сердечник, кто-то тоже около, по-моему, 80, может быть, миллиметров, может быть, чуть меньше. В случае применения электрообогрева мы можем существенно сэкономить на техническом помещении. Как известно, если бы у нас стоял газовый котел, нам нужно было отдельное помещение площадью не менее 5 квадратных метров. Здесь же мы, по сути дела, вписываем компактно водонагреватель, бачок-расширитель, фильтр, ну, собственно, подводы, воды и скважины. Все довольно компактно в помещение санузла. Ну и можем, собственно, элегантно закрыть это помещение обратно. Удобнее всего управлять контроллером с экрана ноутбука. Вот, собственно, вы видите все варианты режимов. В данном случае он работает в автоматическом режиме и выполняет три варианта обогрева. Комфортного, экономичного и минимального. Все 24 часа суток разделены на утро, день, вечер, ночь. Соответственно, вся неделя разделена на будни и на выходные, где ночной тариф действует круглосуточно. Хочу подчеркнуть, что, несмотря на китайскую элементную базу, контроллер разработан и производится в России, что для меня очень важно, поскольку это и экономически очень соблазнительно. Понравился ролик? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на форум Хаус. И мы всегда рады вашим комментариям.